Удивительно простое, пожалуй, самое лучшее из всех доказательств в этой задаче. Итак, задача. Количество лесов на N вершинах с K компонентами. Сейчас я все объясню. С K компонентами. Господа, что такое дерево? Дерево – это связный граф без цикла. Представьте себе, вот это вот некоторые деревья. Что такое лес? Лес – это несколько деревьев. Ну, кстати, одна точка – это тоже дерево. Отрезок – это тоже дерево. Так вот, оказывается, что если у вас вершины пронумерованы, ну, например, так, один, два, три, четыре, то вы можете решить замечательную задачу – узнать, сколько существует деревьев, у которых речили пронумеров. Вот, например, такой деревьев, да? Более того, вы можете узнать, сколько существует лесов с данным количеством деревьев. Единственное, для того, чтобы получился хороший ответ, чтобы задачу реального пронумера решить, нельзя разрешать вот такие нумерации. А именно, если у вас, скажем, компонент 4, вот как на этой картине, то непременно нужно, чтобы число 1 было бы в одной из этих компонентов, число 2 было бы в другой какой-нибудь компоненте, ну, например, вот здесь, да? Число 3 было бы еще в какой-нибудь компоненте, а число 4, где-то пришло 4, было бы еще в какой-нибудь компоненте. Вот так уже разрешено. Повторяю задачу. Считается, что мы нумеруем леса, каждый из которых выглядит в следующем образе. Есть точки от 1 до k, 1, 2, 3, 4 и так далее, и k. При этом любая из вершин, от k-1 до n, должна быть как-нибудь соединена, причем единственным путем с одной из этих вот точек. То есть компоненты в точности пронумерованы числами от 1 до k, вот такая задача. Давайте посмотрим сначала какие-нибудь совсем простые ситуации. Например, если k равняется n, понятно ли вам, что в таком случае это просто отдельные точки, и, собственно говоря, такая ситуация единственная, да? Один единственный вариант. Отлично. Предположим, что k это n-1. Ну, в таком случае ситуация сразу становится намного интереснее, потому что у нас получаются точки от 1 до k-1, а вот до, извините, до n-1, да? k это n-1. Ну, очевидно, k. Правда? Точку n вы соединяете и с этой, и с этой, и с этой, и с этой. Получается k в ряд. Отлично. Пошли дальше. Предположим, что у нас имеется в качестве k число n-2. Ну, что, уже интересно. Числа 1, 2 и так далее, n-2. Здесь разные варианты. Потому что либо у вас картинка вот какая-то такая, то есть число n, что-то это прикручено к любому из чисел, а число n-1 еще к одному, или у вас картинка такая, что куда-то прикручено n, а к нему прикручено n-1, ну или наоборот, n-1, а потом n, да? Нет, тут еще варианты, слушайте, как интересно. Тут же еще такой есть вариант точки-точки-точки, да? К некоторой точке n-1, n. И еще такой вариант точки-точки-точки-точки. А здесь вот так. С одной стороны n, а с другой n-1. То есть варианты уже море. Тем не менее, их количество посчитать не так-то уж и сложно. Почему? Посмотрите, количество таких ситуаций, это очевидно, n-2, умножить на n-3. Замечательно. Количество таких ситуаций, это надо просто прибавить, n-2 ситуации. Количество таких, ну еще n-2, и количество таких. Еще n-2. Так, n-2 встречается сколько раз? n-2, n-2, n-2. Три раза это здесь. Получается n умножить на n-2. Другими словами, n умножить на k. Слушайте, интересная формула. Сначала было один вариант, потом было k вариант. Сейчас n умножить на k вариант. Возникает подозрение, что в общем случае формула будет достаточно простая. А именно, это будет k умножить на n в какой-то степени. Давайте подумаем, в какой. Вот когда у нас k равнялась n-2, то показатель степени это была единичка. Значит, на самом деле это будет вот что такое. n-k-1. Действительно, формула для количества таких вот весов с k-компонентами, это действительно k умножить на n в степени n-k-1. Когда k равняется n-1. Из n вычитаешь n-1 и 1, это получается просто 6-0. Здесь получается ответ k. Когда k равно n, то единица получается как n делить на n. Ладно, считайте, что это путь.